Лесозаготовка сегодня самый востребованный вид занятости среди малого бизнеса. Вырубкой и вывозом сырья в основном занимаются сельские территории. Но, как правило, делянки далеко от населенных пунктов. До них нет дорог и порой вся надежда на зимники. Потому и выкладываются частники по максимуму именно в этот период. Чтобы вывести как можно больше древесины, лесопромышленники взваливают на себя больше нормы. Солозная техника сегодня же у лесозаготовителей превышает все установленные ограничения. Но перевозчики, зная об этих ограничениях, не предпринимают никаких мер по оптимизации парка в сторону снижения грузоподъемности и габаритов транспортных средств. В результате перевеса дороги, мосты разрушаются. Порой свечания остаются без связи с большой землей, как, например, было весной в Прелузье. Груженый лесовоз продавил деревянный мост. После чего к обеспечению населенных пунктов продуктами и товарами первой необходимости пришлось привлекать спасателей. В таких случаях ответственность предпринимателей минимальная. Лишь штраф небольшой. Вся забота ложится на местные власти. Те заключающие знаки, штраф в размере 500 рублей, о которых сегодня уже говорилось в направлении наших лесоперевозчиков, они не влияют нисколько. Ни разговоры с руководителями этих компаний, которые говорят, что они несут потери и приносят ущерб, а оказывают ходу на местном управлении вообще ущерба никакого не имеют от этого, не приводят практически и решение никакое не принимается. Больше проблем с приезжими арендаторами, в основном нашими соседями из Кирова. Они выигрывают конкурсы на пользование участками и таким образом начинают законодательно владеть территорией. Вот только сами больше никаким образом не отвечают ни за что. Раньше лесной бизнес лицензировался. То есть была лицензия, где мы подтверждали наличие финансовых средств, технических средств, людских ресурсов, специалистов, в том числе специалистов по эксплуатации дорожной системы. К сожалению, эти лицензии убрали. Да, вроде как это меньше лицензий, меньше бюрократии и все прочее. Но к чему это все привело? Сегодня, имея ручку, карандаш и стол в каком-то кабинете, можно выиграть аукцион. Весовой контроль смог бы исправить ситуацию на дорогах, считают чиновники. По республике планируют ввести 6 новых пунктов, сейчас их для сравнения 8. Если лесовод превысит норму, движение дальше ему полностью запретят. Однако, представители бизнеса с такой категоричностью не согласны. По их мнению, перевес будет всегда, и это нормально. Соблюдать математическую точность невыгодно. Все люди знают, когда изменение закона берет, от 60 тонн до 44 тонн, ничего лучше будет. Почему ничего лучше будет? Потому что количество лесовозов увеличено, если мы говорим по лесному бизнесу. Это будет автоматически до дороги еще хуже, потому что разница между 64 и 60 тонн – это ничего. Снять транспортное напряжение мог бы помочь и сплав по реке. К такому виду вывоза леса после дискуссии все-таки вернулись в соседние Архангельские области. Но для возобновления навигации в Коми надо провести большую работу. Углубление дна рек, восстановление речного флота. Затратно. Тот же гигант навычек, где, похоже, уже не видит путей отхода, выставив на продажу свои ремонтно-механические мастерские. Татьяна Супряткина, Олег Юшков, телеканал Юрген.